Вопросы ремонта автомобильных дорог, водопроводных сетей, строительства домов культуры, фельдшерско-акушерских пунктов и не только жители республики смогли задать сегодня лично главе Крачево-Черкесии Рашиду Тимрезову все подробности у Александра Коваленко. С просьбой о содействии в строительстве новых водопроводных сетей в ауле Кубина к Рашиду Тимрезову обратился житель аула Муаэт Лагучев. У нас водоснабжение сделано на 1744 метра. Водоснабжение сегодня есть и работает. Но еще половина этой территории нет у нас воды. Вопрос системы водоснабжения Кубины будет разрешен в рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», отметил министр сельского хозяйства республики Анзор Баташев. Я сам возьму на контроль. И там не такой большой объем в случае финансирования, что до конца года мы этот вопрос решим. Рашид Тимрезов дал поручение представителям соответствующих ведомств решить вопрос с водоснабжением и в ауле Кунхалк. Уже в 2021 году начнется замена ветхих водопроводных сетей протяженностью 7 километров. Со словами благодарности за то, что в хуторе Ильич Зеленчукского района строится спортивная площадка, главе республики обратилась Люаза Лепшокова. Она также озвучила просьбу односельчан о строительстве нового фельдшерско-акушерского пункта, который находится в аварийном состоянии. Министр строительства ЖКХ республики Евгений Гордиенко пояснил, до 1 июля 2021 года в рамках реализации нацпроекта здравоохранения запланировано строительство нового ФАПа. В селах Первомайская и Дружба появятся новые дома культуры. Там у нас территория, там у нас и спорткомплекс, и детский садик, и парковую зону мы там планировали сделать и планировали. Вопрос об оказании содействия в благоустройстве общественной парковой зоны в ауле Кошхабль главе республики от имени всех аульчан озвучила Фатима Аргунова. Я с главой района разговаривал, тоже там всячески поддерживают. Я думаю, что нам надо, Евгений Александрович, в следующем году начать и сделать такую парковую зону. А с какой стороны? Вот если с Черкесской едем по Хабеково, куда? Если с Черкесской едем по Хабеково, в сторону школы? В конце аула, дальше школы, в конце аула, около здания сельского поселения. Вот там типа парка там уже что-то имеется, площадь там позволяет. Так, к концу 2021 года по федеральному проекту формирования комфортной городской среды планируют сдать объект в эксплуатацию, пояснил министр строительства ЖКХ республики Евгений Гордиенко. Жительница Черкеска озвучила Рашиду Темрезову наболевшую проблему жителей многоэтажного дома, а особенно жильцов пятых этажей, которая обостряется в период осадков. Ремонт кровли в доме, расположенном в городе Черкесске по улице Революционной 3, просто необходим. На следующий год, и даже денежки есть на это, да, вот до конца следующего года они обещают крышу вам перекрыть. Но они всегда страхуются до конца следующего года, они не будут же в октябре крышу делать, когда дожди идут. То есть я так думаю, что они там к первому, к пятнадцатому октября... Ну будем ждать и надеяться. Также в 2021 году продолжится капитальный ремонт трасс Зеленчукская, Куржинова и Исправная Староживая. А до конца текущего года компания курортов Северного Кавказа запланировала сделать прогулочную зону от Романтика к Луной Поляне. Александра Коваленко, Заур Лиев, Вести Карачаева, Черкесия.